здравствуйте уважаемые казахстанцы меня зовут азамат байкенов полчетвертого у меня апелляция по делу ну там по административном аресте по 488 статье часть 3 то есть я ее обжалую и до этого времени в общем меня отпустили и в общем ну дали возможность как бы быть свободным до суда то есть до полчетвертого я являюсь официально свободным человеком первым делом я обратился в центр теле 2 для того чтобы восстановить свою сим-карту но я выяснил что оказывается моя сим-карта я так понимаю находится под арестом что ли я в общем они не сказали что они не могут ее восстановить давайте я расскажу вообще что было со мной 16 декабря ход событий и что я предполагаю вообще дальше что собираются делать значит сотрудники к нб там мбд и так далее в общем 12 часов после того как я произвел возложение цветов к нам подошел зам акима города мы провели беседу в ходе которой выяснилось что оказывается он ошибся ослышался да в том что я там кого-то призывал я ему объяснил что никого не призывал и так далее да после чего мы в общем все разошлись и подходя к машине на нас напала где-то 10 человек точно не могу сказать половина штатском половина форме в общем увели в отдел полиции сначала значит составляли протокол об административном правонарушении в общем промурыжили до восьми вечера потом отвезли в суд в ходе сбора информации под административному делу значит на меня оказывал давление некий человек в гражданской одежде то есть он не представился он назвал себя дамиром однако его все называли алике ну то есть я так понимаю что сотрудника нб и полностью все действия сотрудников полиции они были под руководством этого человека он между прочим сам получал указания также по телефону то есть он сам ничего не решал скажу о нем немножко он глупый вспыльчивый человек честно вот в беседе да с ним так вот они все на меня давили требовали чтобы я разблокировал телефон чтобы показал данные там что связь с двк и так далее в общем спустя где-то полтора часа я согласился им все-таки показать телефон я открыл его показал группы родню показал telegram то есть они убедились том что я там никаких чатах не состою что никаких там связи у меня нету ничего запрещенного в моем телефоне нет они все это засняли на видеокамеру после этого заблокировали телефон и забрали вообще мой телефон на протяжении всего дня находился у сотрудников полиции тому этого алике то есть я его видел только в промежутке от поездки с отдела полиции до здания суда и все то есть в этот момент они его положили в карман здание суда они опять же мой телефон из кармана вытащили так далее суд вынес постановление об аресте на десять суток я конечно был не согласен но что поделаешь меня привезли в здании в с а где-то так ну где-то в 10 часов что ли вы примерно в это время там проводили до этого еще меда свидетельствования то есть на алкоголь и так далее здание в с а как только меня завели туда первым делом меня отвели в отдельную комнату где ну как бы никого не было после чего в эту комнату зашел тот самый алике неизвестное лицо он открыл мой карман в куртке сунул туда телефон и сказал пусть телефон будет у тебя теперь азамат начинается все по серьезному теперь в общем шутки закончились сейчас начнутся действия по обыску и ты должен не перечить ты не должен спорить ты должен соглашаться со всеми доводами со всеми требованиями следователя если этого не будет то значит мы привезем сюда твою супругу твою жену мы поедем на садовая 2b мы поедем на кирова 59 а по этим адресам живут по на садовой живет мой племянник с маленькой моей внучкой трехлетней кирова 59 а там живет моя сестра мы приедем к ним будем их обыскивать они будут они приедут сюда и будут вместе с собой в общем сидеть как последственный к тому времени я получается с 12 часов вот до самого вечера находился под арестом абсолютно не кормили в общем как бы находился да в таком подавленном состоянии я скажу я в общем с ним согласился говорю хорошо перечить не буду главное чтобы как бы ну все я прошу что все было по закону в общем так он говорит все будет по закону все будет правильно вышел из комнаты сразу после этого в куб в комнату вошли значит следователь его фамилия бектурганов инициалы а б это следователь следственного управления там рук старший следователь следственного управления при департаменте внутренних дел вместе с ним зашел дознаватель или криминалист с камеры завели двух понятых один из них должен был буквально там через полчаса сесть на поезд и куда-то уехать в общем 2 так скажем людей завели начали проводить мероприятия сначала начали объяснять мне ознакомливать меня с постановлением о личном обыске ну зачитали мне его рассказали я посмотрел подписал что ознакомлен после чего они все вышли алике снова вошел в комнату сказал что сейчас будет досмотр что ну по-моему такой был процесс я точно не помню в общем он мне я помню что он мне угрожал угрожал родственниками после этого начался личный досмотр и как раз таки из моего кармана они вытащили мой телефон который целый день находился у них же я сразу скажу когда в 12 часов у меня телефон забрал меня у меня телефон забрал старший упорном уполномоченный а опера уполномоченных халимуллин я выключал телефон я не ставил его в режим самолет однако когда него вернули он уже был снят он был он находился в режиме самолет как раз получается они провели обыск изъяли мобильный телефон изъяли там ключи так далее составили протокол быстренько все в общем подписали ну я думал на этом вообще все закончится и я спокойно пойду в камеру время уже было где-то где-то первый час как все мероприятия закончились я вышел из этой комнаты и этот неизвестный алике начал улыбаться говорит ну еще не все закончилось азамат сейчас мы еще поедем к тебе домой в общем меня посадили в газель для перевозки осужденных она там под железной решеткой я получается ну посадили все повезли куда-то ехали мы полчаса мы ехали как раз в батерек в село где я живу тогда уже время было наверно около часа я точно не могу сказать потому что я за временем не следил я вышел было темно дома не было света я как бы обрадовался то что дома никого нету чтобы дети не видели до того что происходит когда я вышел из когда вышел из кабинета то из газели возле дома находилась значит большой микроавтобус спринтер ну я так понимаю криминалистов да было около шести легковых автомобилей и где-то 15 человек стояла возле дома ну я если честно опешил думаю что за что происходит как будто знаете кого-то террористов и я значит под конвоем двух сотрудников в общем меня подвели к дому сказали сейчас привезут понятых понятых привезли с соседнего села я их не знаю раньше не встречал но они говорили что они живут в бишкуле в общем начали они проводить обыск за мы зашли в дом они всем раздали бахилы мы одели бахилы начали раздавать перчатки для отпечатков пальцев но при этом мне именно перчатки для отпечатков не давали это точно запомнил далее начали проверять да там коридор и так далее нашли в общем старый системный блок в общем ну когда-то я у всех родственников собирал старые системники для того чтобы из них собрать один здоровый системный блок ну рабочий в общем я там у племянника у жены сестры там у своей сестры в общем брал старые системники собирал один в итоге я собрал один системный раб рабочий но при этом у него не работали юсби входы у него был работал только дисковод и все и у него там было по моему три или четыре жестких дисков вставлен ну то есть я со всех старых дисков что-то прерывается связь потом нашли какие-то просто диски там сиди dvd до которые тоже старые как бы я не пользуюсь дисками уже где-то года два так как на моем ноутбуке на как на моем рабочем ноутбуке там сломан дисковод поэтому я дисками вообще не пользуюсь и эти диски они уже лежат сто лет там один в пуфике лежит там второй в шкафу третий там под кроватью в коробках в общем они все эти диски собрали потом собрали нашли флешку какую-то да с номером но по моему это флешка нашей родственницы аннелли она давала мне цп кажется не могу точно вспомнить в общем были некоторые предметы которые я не узнавал и они мне их просто давали в руки чтобы я как бы их рассмотрел понимаете то есть я без перчаток и рассматриваю эти предметы то есть я на это тогда не обращал внимание потому что у меня бы реально был замутнен разум так скажем потому что уже я много часов не ел не пил не отдыхал и я был просто в тумане знаете перед тем кстати как проводить обыск алике тоже также зашел в дом сказал мне что чтоб я выполнял четко все требования следователи чтоб не отклонялся потому что если я буду получается где-то спорить где-то буду перечить там до говорить против протокола и требовать там адвокат или еще что-нибудь то я приеду там по статье о разжигании розни там на несколько лет я сяду в общем они это сделать могут в общем провели обыск где-то не знаю часа в три наверно ночи они описывали имущество по моему два или три раза они приостанавливали видеозапись на на своей фиксации и постоянно пока была приостановка записи этот самый алике он заходил и как бы интересовался проверял все ли идет по плану и как бы постоянно меня поднажимал да на меня что азамат ты должен соглашаться все уже закончилось теперь все будет по-другому там теперь тебя ждет уголовка и так далее далее значит им необходим был мой ноутбук но дело в том что когда я зашел в дом я им был готов предоставить ноутбук был готов предоставить им телефон своих детей там ну когда они спросили однако мы ноутбук дома не обнаружили то есть они его не нашли и до сих пор я сам не знаю где он находится получается мы вышли из автомобиля газель ой мы вышли из дома в автомобиль газель меня посадили и тут подъехала как раз моя супруга и сестра и аликет сразу открыл дверь газели и мне говорит вот твоя жена приехала ну-ка сейчас прям быстро скажи чтобы она вернула ноутбук если она его не вернет они поедут вместе с нами я открыл дверь от газели высунулся и говорю жене они ищут ноутбук они его все равно найдут отдай им они он им нужен на что жена сказала что она не знает где он и все они закрыли дверь хлопнули и меня повезли в здании в с в общем меня привезли в здании в с я туда вошел и вот я вам сейчас хочу деталь одну акцентировать то что он в здании в с я зашел вместе с этим алике еще одним следователем который не участвовал в процессе обыска и они мне сказали азамат вот ты видишь они все делают так как я говорю поэтому ты должен быть послушным если ты хочешь спокойно отделаться до от этого всего если ты хочешь домой к своим родителям к своим детям в своей семье то ты просто должен слушаться давай говорит набирайся сил завтра я приеду и с тобой поговорю еще раз и все меняем отвели в камеру спецприемника в камере сидела трое человек но они все спали они вот мне говорят что меня привезли примерно в 4 часа утра утром на следующий день где-то в 11 часов в 10 где-то откатали у меня отпечатки пальцев там сфотографировали как уголовника в 11 приехал тот самый алике и следователь бектурганов и вот здесь что он мне сказал да он сначала со мной беседовал один и он мне говорит азамат ты видишь мы у тебя дома ничего запрещенного не нашли а ты вспомни дело многодетной матери в алматы помнишь говорит как у нее нашли дома дымовые шашки там или еще что-то запрещенное ты же видишь мы у тебя такого не нашли хотя мы тоже могли бы но мы так не работаем как они то есть понимаете он в данном случае дискредитировал тех же самых сотрудников кнб которые работали или следователь да которые работали в алматы при обыске оксаны шевчук я говорю как вы можете у меня что-то найти если я законопослушный гражданин у меня ничего запрещенного быть вообще не может то что вы там изъяли это старые компьютеры флешки диски дать даже телефон супруги изъяли старый он не рабочий да там есть флешка там есть фотографии но это телефон супруги я вообще к нему не касался системники говорю компьютеры это все старое которое собрал системник у него работает только дисковод флешки не работают я с ним не работал это детский компьютер для для них собирал это они на нем даже не играли они в ноутбуке постоянно играли а ну а дисками я не пользуюсь потому что у меня на ноутбуке не работал дисковод поэтому все что они там говорят могут сказать да якобы у меня там системника где-то там на на дисках либо в жестких дисках да там какая то есть запрещенная информация я сразу вам хочу сказать что это все вранье потому что этого по факту не может быть потому что я просто напросто этим ничем не пользовался они просто валялась дома как хлам в общем мы он начал на меня давить и говорит я ему сейчас принесем твой телефон ты разблокирую его дай нам пароль от телефона дай пароль от твоего фейсбука дай пароль от твоего ютуба мы эти каналы в общем заблокируем на время проведения следственных мероприятий я говорю вы делаете что хотите пароль от фейсбука от ютуба я вам ни за что не дам пароль от телефона тоже не дам там моя личная информация дайте мне санкцию суда там или что там постановление суда я вам без проблем его разблокирую меня там ничего запрещенного нету но по своим правам я говорю не обязан вам предоставлять свой телефон это мое личное там мои личные данные мои личные там переписки и так далее никто не может туда лазить и смотреть после чего зашел следователь бектурганов и они значит вдвоем продолжили ты знаешь говорит азамат сейчас войдет сейчас мы привезем сюда твою жену твою сестру твоих родных и они в слезах будут умолять тебя чтобы ты разблокировал телефон что ты разблокировал все пароли я сказал делайте что хотите везите их сюда после этого он говорит бектурганов говорит хорошо давай тогда так ты позвони сейчас своей супруге я дам тебе телефон позвони своей супруге и скажи что ты обещал нам передать ноутбук что чтобы она его привезла в здании двд до обеда я говорю хорошо он достал свой телефон свой телефон достал набрал номер супруге но ему продиктовал а и до этого звонка еще я говорю я ему скажу я ей скажу так что они ищут ноутбук привези его они мне говорят не это за мат мы же не дураки она сразу поймет что нам нужен ноутбук нет ты скажи что ты обещал им отдать ноутбук что ты должен его отдать и в общем они мне передали мобильный телефон супруга взяла трубку я сказал они ищут телефон они его по-любому найдут они проведут обыски и по любому его найдут в общем супруга говорит я не знаю где телефон тогда эти двое начали мне шептать что они телефона ноутбук да они начали шептать что включи на громкую включи на громкую вдвоем я жене говорю я включаю на в громкую перевожу на громкую связь и говорю в отношении меня оказывается психологическое давление в общем они на меня дают в это время этот самый неизвестный алике показал рукой бектурганова тот короче соскочил с места и начал вырывать телефон в общем вырвал у меня телефон из из рук отключился потом алике говорит ну все теперь с этого момента все будет по-другому ты себя очень плохо повел теперь мы с тобой будем разговаривать по-другому они встали вдвоем и ушли я вернулся в камеру ивс его знаете мне на самом деле повезло с моими сокамерниками один из них был женя я передаю ему привет в общем это человек который уже сидел он сидел еще на тройке за то есть не один год в общем отсидел и он ну как бы начали разговаривать за что там я еще зашел меня трясет и сейчас и было страшно а мы предварительно уже как бы им рассказал по какой статье за что меня закрыли и он мне объясняет говорит азамат вот то что ты трясешься то что ты боишься это тебе ничем не поможет то что они тебе там накидываю до сотрудники полиции там мвд там или к нбшник это 80 процентов это просто вода это как бы скорее всего у них на тебя ничего нет и они просто хотят достать твой ноутбук как бы что-нибудь туда запихать как бы и потом уже дальше уже раскручивать да твое дело а почему им нужен мой ноутбук я объясню просто моему ноутбуку уже где-то года три наверно и в нем 500 гигабайт памяти и в нем сломан дисковод то есть я переустановить его не могу и не мог на протяжении нескольких лет и там скопилось столько информации что я даже сам не знаю да что там находится там абсолютно ничего противозаконного нет там чисто по работе файлы мультфильмы там фильмы какие-то документы но как бы в социальных сетях я как бы сидел с этого ноутбука и загрузки тогда я не знаю честно что там может то есть он захламлен и если бы они туда какие-нибудь файлы могли поместить я бы даже не заметил да этого и вот общем он мне объясняет говорит знаешь я когда сидел на тройке несколько лет назад он в общем освободился полтора года назад со мной говорит сидел один тоже политзаключенный там как он называет их политически его зовут макс бакаев в общем такой человек говорит знаешь живой говорит вот ну я тоже начал интересоваться вообще как с ним там обращались он говорит ты знаешь его наоборот говорит сотрудники там все в колонии они его боятся они боятся ему что-то слово лишнее сказать потому что на каждую бумажку он на каждое говорит какое-то притеснение там любое нарушение он сразу пишет жалобы он горит всегда там интересуется новостями ему горит сестра присылала газеты на английском языке и в общем ну ты должен быть примерно говорит таким же ты должен горит бороться то есть знаешь это горит как игра футбол тебе кинули мяч ты должен горит этот мяч отпасовать то есть если ты говорит не согласен с каким-то документом с каким-то постановлением с какими-то действиями да то ты должен писать обжалование если ты обжалование не подал значит ты с этим документом согласен ну и после этого я как бы понял что да необходимо все документы которые мне поступают обжаловать я сразу посмотрел мне выдали значит копию постановления о личном обыске мне выдали копию постановления о производстве обыска моего дома копии протоколов личного обыска и копию протокола обыска дома мне не выдали я сразу же начал писать там в течение трех суток можно было обжаловать эти постановления и я получается эти постановления сразу же начал обжаловать то есть 19 числа у меня был последний день приема жалобы я 18 числа полностью закончил процесс подготовки обжалования до приготовил все и говорю дежурному а и в 18 числа вечером ко мне заходит начальник спецприемника и говорю что за мат и там жалобы какие-то пишешь да ну как покажи-ка и начал там ковыряться получается в моих документах вот мне говорит самое главное вот эту шапочку посмотреть и так открывает шапочку а обжалование постановления о личном обыске ну мне вот это только и надо было он документы все положил и вышел я говорю а ну я ему сказал что завтра говорю утром я эти жалобы должен передать дальше там в канцелярию утром значит на следующий день утром я вызываю дежурного говорю так и так вот жалобы готовы мне надо передать у меня было четыре жалобы то обжалование постановление личного обыска жалом постановлению обыски дома обжалования протокола личного обыска и обжалования протокола дома то есть я там указал все свои жалобы все нарушения которые с которой я тогда заметил и И мне дежурный говорит, знаешь, начальника пока нету, сейчас он приедет, говорит, и потом только мы жалобу твою примем Я говорю, ждем до трех часов, если до трех часов вы не примете мою жалобу, я говорю, вскроюсь Ну вскроюсь, это, знаете, я поговорил с этим заключенным, почему заключенные в тюрьмах, да, они вскрываются Они вскрываются от безвыходности, когда их никто не слышит, никто не принимает их жалобы, там, с ними, когда творят какой-то беспредел, да, им ничто не остается делать, кроме как проглатывать ложку, либо вскрывать себе живот или вены Ну я ему объясняю, что если жалоба принята не будет, то мне ничего не останется, кроме как вскрыться Он говорит, хорошо, обязательно передадим Через час он пришел и говорит мне, Азамат, ты знаешь, начальника спецприемника уволили сегодня, должен быть другой И получается, я говорю, тогда пусть другой приезжает, мне говорю, срочно он нужен, до трех часов, чтобы он был В итоге начальник спецприемника, новый, он приехал где-то в пять часов вечера Ну, перед этим я все эти жалобы дежурному передал, все жалобы, все, что было, я фиксировал на камеру, которая находилась в ИВС То есть, ну, на камеру видеофиксации имею в виду Так, в общем, начальник спецприемника обещал, что все эти жалобы уйдут по адресатам Я, в общем, отправил жалобу в специализированный, в коллегию, в судебную коллегию областного суда Именно по уголовным делам, да, протокола обжаловал в генпрокуратуру и отправил жалобу в УСБ После этого пришла жалоба, значит, после этого пришло постановление о выемке информации из сотового телефона моего После этого пришло постановление о выемке информации из, значит, компьютеров, ну, из того, что изъяли у меня дома Эти постановления, на эти постановления я также написал жалобу в следственную, в коллегию Далее я написал заявление на сотрудника полиции, именно на Бектурганова, на следователя, да, который оказывал на меня психологическое давление Что он действовал под руководством неизвестного лица, просил установить личность этого неизвестного лица Именно в УСБ, при ДВД СКО На что, кстати, сотрудник УСБ приезжал, ну, как бы он Я ему еще тогда пояснение дал, чтобы он выяснил, почему так происходит После этого моим делом сейчас занимается уже не Бектурганов, а дело передали другому следователю Это старший следователь по особо важным делам следственного управления ДВД СКО Как? Ахаев? Ахаев, да Ахаев Тлеужан, по-моему, фамилия у него В общем, вот такие дела Сразу после того, как я вот эти все жалобы отправил Я больше этого о лике не видел И я не видел этого самого Бектурганова Именно в спецприемнике ВВС как бы со мной хорошо обращаются Я скажу больше, да, вообще сотрудники именно спецприемника, да, там, медсестра, там, дежурные Сотрудники полиции, да, все, кто были, они в принципе все как бы относятся ко мне хорошо И знаете, даже выражают поддержку Ну, как бы негласно они говорят только просто, чтобы никто не слышал Они выражают все поддержку То есть они понимают, какой беспредел творится в Казахстане И они просто говорят, что, знаете, полиция это как бы Это некий просто инструмент в руках того же самого КНБ То есть одним только вот этот КНБшник, да, вот этот молодой парень, да, холеный Молодой парень руководит взрослыми, да, ахашками, следователями Разговаривает с ними, знаешь, так, на тыток Слышь, ты иди сюда, там, пошел туда, сделай то, сделай все А они послушно так, опустив головы Просто бегают и выполняют все, что тот им скажет Далее ко мне в камеру приходил заместитель начальника ДВД СКО Сембин, Сембин, по-моему, фамилия Значит, это взрослый такой, ахашка, уже седой, да, полный такой, в папахе В общем, серьезный, понимаете, серьезный ахашка Зам начальника ДВД, так получается И вот он у меня спрашивает Азамат, ну, скажи, там, есть у тебя какие-то претензии, нет? А в это же самое время молодой парень какой-то в штатской одежде Стоит в коридоре, засунул в камеру, да, ну, в камеру, в комнату свою голову Ухом вот так одним И слушает наш разговор с этим зам начальником Я зам начальнику говорю Вот, ага, говорю, смотрите, мы с вами беседуем Вот это, говорю, человек в штатском, это кто такой, говорю, вообще? Почему, говорю, документы, говорю, покажите свои И ахашка такой сразу Это просто следователь, он, значит, ну, не при делах, типа Не надо там его спрашивать, не надо его документы То есть я понимаю, что этот сотрудник КНБ, да, он просто дал указание Вот этому взрослому, да, подполковнику или полковнику, не знаю, кто он там Ему сказал, приди и спроси у Байкенова, как там у него дела и так далее А сам стоит на стрёме, понимаете? То есть полиция сейчас является как бы инструментом Просто инструментом И они, получается, между двух огней Вот между мной и между КНБшниками И со стороны, то есть в отношении меня, да, сочувствие выражают абсолютно все Все сотрудники полиции, все сотрудники спецприемника, да, они все выражают мне сочувствие Но только презрение идет именно от этого КНБшника Только от КНБшников, понимаете, и от следователей Именно от оперов Вот в чем все дело То есть вы поймите, что То, что уже все поменялось, понимаете? То есть, если раньше когда-то к власти относились Так скажем Умеренно, да, либо соглашались То сейчас даже полиция, она против этой власти, против этого режима Все против этого режима И все должны это понимать И все это понимают, прекрасно Ну вот такие, друзья, дела Что еще? После этого, значит Как только я беседу провел, да, вот с этими заключенными, своими сокамерниками Они, я так понял, по камерам определили, что Мои жалобы начались после того, как я провел беседу с тем, кто уже сидел в тюрьме, да Они сразу же моих сокамерников просто отселили И оставили там одного мужика, который на следующий день вышел И сейчас я в камере нахожусь один А, после этого они мне еще одного подсаживали Человека Но он, кстати, тоже почему-то Он отсидел вообще еще 6 лет за грабеж Он отсидел еще с 2009-х годов, по-моему То есть он еще сидел, когда зона была черная Еще в те времена И он мне, в общем, рассказывал То, что происходит вообще на зоне Как там в тюрьме То есть, ну, я у него спрашиваю Потому что, скорее всего, меня там на 5 лет за разжигание там социальной или сословной розни Меня, скорее всего, закроют на 5 лет И поэтому нам нужно подготовиться к этому И, в общем, он мне рассказывал, что раньше, да, там был беспредел Но сейчас, что, в принципе, сидеть можно И там такого беспредела, как раньше, там нет И, кстати, хочу заметить, что вот этот самый Алике, да, когда во время давления Я, то есть, многого не могу сказать Потому что я находился, честно, в тумане Но я четко помню, как он мне говорил Мы подберем тебе сокамерников, Азамат Ты, я им говорю Надо, говорю, знаете, кого опасаться? Надо, говорю, засланных опасаться, говорю, в камерах Что вдруг вы мне кого-нибудь туда подсадите А он такой смеется и говорит Нет, Азамат, надо опасаться не засланных Надо опасаться пидорасов Ты, говорит, это должен понимать Ну, я тебе, говорит, устрою, ну, как бы посажу тебе людей Мы тебе все, говорит, приготовим в лучшем виде Вот такие вот, друзья, дела Так, ну, что хочу сказать Я не собираюсь Я не собираюсь не признавать там какую-то вину Потому что никакой вины абсолютно нет Никакой сословной там или другой какой-то розни Я не разжигаю Я, наоборот, за мир, за благополучие Я за единство, да При этом Если где-то В тех же самых компьютерах Которые они изъяли, да Вдруг всплывет какая-то информация Там, не знаю Может, какая-то запрещенная Там, какие-нибудь файлы запрещенные Видео То сразу имейте в виду Что это все туда встроено Потому что я просто этими вещами не пользовался Я пользовался только своим ноутбуком И пользовался своим телефоном Но при этом Мой телефон Ему буквально там месяц, по-моему Я его взял новым С Каспи Киезета С этого В кредит взял его Совсем недавно Поэтому Там вообще ничего нет Там всего 32 гигабайта памяти И он забит Вообще там песнями забит То есть ничего Фотографиями личными Да, семейными А именно Видео, которое я выкладываю В сети, да В социальной сети В ютуб То есть если я Я выложил видео В ютуб или в фейсбук И все После этого я это видео Удалил с телефона И оно осталось В социальной сети То есть зачем мне захламлять телефон Поэтому я Вся информация Которая по мне есть Она есть только В открытых источниках Она есть в ютубе И она есть в фейсбуке Кстати еще хочу сказать Что в материалах дела Указан адрес Инстаграм Азамат Байкенов Там знаете такое Нижнее подчеркивание Азамат нижнее подчеркивание Байкенов нижнее подчеркивание Это адрес инстаграма Этот адрес указан Во всех постановлениях Но я хочу сразу Заявить Да, публично О том, что Это адрес не мой Его создал Какой-то фейк Я не знаю какой Я заметил Это где-то Неделю назад Или две Я об этом писал Пост в фейсбуке Друзья Вы должны это помнить У меня в фейсбуке Должен быть этот пост Если есть возможность Сделайте скриншот Я создал Себе инстаграм После этого На свой номер телефона На мой мобильный И там просто По-моему Азамат Байкенов И нижнее подчеркивание По-моему так И там написано Что Это мой профиль В инстаграм Любые другие профили Это фейки Поэтому В тот профиль Там есть Некоторые публикации Которых я вообще не делал То есть это не мой профиль Поэтому Также имейте ввиду Если там Сейчас начнутся Какие-нибудь публикации То это не мои Сейчас я Как освободившись Я пошел в Теле 2 Хотел восстановить Сим-карту свою Чтобы Восстановить доступ К своим соцсетям Но Сотрудница Теле 2 Так на меня посмотрела Там начала что-то фоткать Говорит Сейчас я Узнаю И убежала куда-то Ну в общем Я так понимаю Что они Может меня в розыск Куда-то занесли Не знаю куда Вот такие дела Сейчас значит Будет Рассмотрение Апелляционной жалобы Да Полчетвертого В областном суде На этой апелляционной жалобе Я Сделаю ходатайство О том Чтобы Рассматривать данную жалобу 27 числа Так как Мой адвокат До сих пор Пока не прибыл В Петропавл Что еще хочу сказать Хочу выразить Большую благодарность Всем вам Друзья За то что вы Поддерживаете меня Я абсолютно Не сомневался В этом Да Я знал Я знал Да Что Ну что вы будете поддерживать Большое спасибо За это Я просто Так сказать Эмоциональный человек Знаете Вспоминаю дело Осета Абишева Думаю Они планируют Примерно по этому же сценарию То есть Планируют Завтра Да Завтра в 20.53 У меня Освобождение По 10 суткам Я предполагаю Что завтра Они Вынесут Новое постановление Именно об Моем аресте Да И переводе Меня в следственный Изолятор И там Пока я буду В следственном Изоляторе Я опять таки Буду находиться В полной Изоляции Как и до этого И в это время Они там быстро Быстро Состряпают Дело И Найдут Может быть Какие-нибудь Там данные Я не знаю Какие Что они туда Напихают В мой телефон Или в мой компьютер Я не знаю Но у них уже есть доступ Они уже там Шарят по соцсетям Уже Шарят в моем Ватсапе Они выходили в сеть То есть Все это зафиксировано И они Постараются Я так предполагаю Быстро Быстро Состряпать Дело Осудить меня И отправить в лагеря Там на 5 лет Примерно так же Как сделано было При Деле Осета Абишева То есть Я сейчас его Полностью понимаю Когда Он сам Ну я помню В видео Как он говорил Так быстро Рассмотрели мое дело Ну что он Он сам даже был Обескуражен Да в этом И я предполагаю Что Возможно Такое будет Поэтому я сейчас Выхожу в прямой эфир Чтобы Все это дело Придать огласки Чтобы вы знали Что происходит Далее я хочу обратиться К депутатам Европарламента К международным Правозащитным Организациям В ООН Все кто Смотрит Эти видео Знаете Что в Казахстане Преследуют блогеров Преследуют За свободу слова За то Что у них есть свое мнение За то Не согласны С действующей Авторитарной системой Тукаев Бьет себя в грудь Говорит Что он Законно избранный Президент Однако Назарбаев В это же время Дает интервью Говорит о том Что три года назад Мы уже решили Что Тукаев Есть президент Станет президентом Да И сейчас Тукаев Выстраивает Отношения С Европой С депутатами Но я прошу Вас При Общении Да С руководством Казахстана Знать Что творится В Казахстане Что люди Да Просто так Находятся В тюрьмах Не только я один Да Боксин Может быть Меня завтра освободят Может быть Я уеду на 5 лет Но кроме меня Уже несколько лет Сидят тот же самый Макс Бакаев Непонятно за что сидит А Ронат Абек Уже сидит Очень много лет Осет Абишев сидит Брат Боты Джарды Мали Вообще Непонятно за что Сел тоже Просто за то Что он брат Да Правозащитника Просто за это Получается его Сфабриковали дело И тоже посадили На несколько лет И вообще Масса Масса Политических заключенных Также Пусть Все депутаты Европарламента Знаете То что если вы видите На площадях Казахстана Мало людей Мало активистов Это не потому что люди Согласны с действующим режимом Это все С действующим режимом Это все от того что В стране идут репрессии В отношении всех Инакомыслящих Всех кто За свободу слова Всех кто за демократию Всех кто хочет перемен Таких людей у нас В Казахстане Прессуют Преследуют Их садят на 10 суток На 15 суток На кого-то заводят Уголовные дела Держат по 4 Месяца В изоляции Ту же самую Оксану Шевчук Оторвали от 9-ти месячного Грудного ребенка Оторвали Понимаете Это же куда годится Куда это годится То есть ребенок Здесь при чем Он получается Не получил Свою долю Свою долю Грудного молока Которая по природе Ему назначена Ну все друзья Всем удачи Спасибо большое Пока Продолжение следует... Продолжение следует...